Слава Украине, привет всем от Полонского. Иногда, знаете, стоит почитать Димона Медведева, потому что его алкоопусы, этого алкогнома, они просто доводят в раж и доставляют, знаете, хорошее настроение и вообще тонус на целый день, потому что оно такого, знаете, концентрированного, концентрированного такого места, где есть такое количество глупости, невежества и чванства и, знаете, незабутненного абсолютно ничем, идиотизма, как у Димона, не найдешь нигде. Он, конечно, пыжится быть Жириновским, но для Жириновского ему когда небо приблизительно, что касается интеллекта, и поэтому он иногда выдает очень смешные, очень веселые опусы, которые приятно почитать. Но на последний раз он, как говорится, выдал вот сегодня, на 1 мая праздник, да, международный праздник трудящихся, да, он выдал такой воинственный пост о том, как они победят НАТУ, злобную победят Америку, победят, как он сказал, выразился, мерзкую Польшу, и вообще всех победят. Ну, а у нас, само собой, разумеется, он испобеждает. Вот, для этого и, правда, очень много работать надо, и под его, естественно, руководством, под руководством Димона. Вот, ну, тут я, тут ничего даже не добавить, не убавить, но я хочу поговорить совершенно о другой вещи, а вещь такая, что, ведь придет день, когда вместе с поражением так называемой России, так называемое, я всегда говорю, вот вы в курсе, потому что имя ворованное, да, не их имя, московидов, вот, так вот, в связи с поражением так называемой России, придется выдавать каких-то персонажей на заклание в Международный уголовный суд, вот, с тем, чтобы других персонажей каким-то образом из-под этого самого заклания вывести. Сейчас огромное количество дел находится в Международном уголовном суде, просто огромное. Если вы думаете, что судить там собираются одного Путина, и там это второе, там Белова, еще кто-то, не знаю, Фуумелия, это второе, нет, там будет целая банда вот этих вот, путинской этой вот компашки. Так вот, кого-то нужно будет выдавать, кого-то нужно будет кем-то пожертвовать. И сдается мне, что будут жертвовать как раз самыми вот этими никчемными, самыми такими никудышними, самыми засранцами. И вот сдается мне, что самая первая фигура, которая пойдет на заклание от московидов, это как раз Димон Медведев. Так же, ну, просто человек непроходящий глуп, абсолютно бесполезен, и абсолютно, говорится, годится на роль вот этой жертвенной курицы. Вторая курка, я бы сказал, по всей видимости, все-таки, наверное, валька полстакана. То же самое, абсолютно глупа, абсолютно ничтожно, и об нее абсолютно никому не жалко будет. Вот. Ну, а так будет, по мере, по мере, говорится, списка, будут новые, новые персоны отдаваться на заклание в Международный уголовный суд, другие суды, где их и будут судить, где им, собственно говоря, и место. Просто все зависит от того, какой формат, так называемый, России будет на тот момент, кто будет именно у власти, и кем он пожертвует. Но я вам скажу, что Димоном пожертвуют все в любой ситуации. Бедный алкогном. Не вижу повода не выпить. Слава Украине!